Привет всем! Это снова я. Сегодня мы обсудим интересную тему по поводу рыбалки снова же белой рыбы на очень нехитрую снасть, которая жизнь заставила саму ее соорудить из нехитрых приспособлений. Для этого нам понадобится вот такая пружина китайского изготовления. Я выбираю вес 27 грамм, можно и больше и меньше. Снова же все зависит от того где вы рыбачите, какой водоем, есть течение или нет, мы об этом уже говорили. Вот такая пружина, снова китайский дешевый шнур Power Pro. Вот шестой размер, очень удобно работать с ним. Противозакручиватель вот такой вейнеровский, тоже не дорогой. И конечно классные крючки Sosame. Рекомендую всем, кто их найдет, где их можно приобрести. Очень классный крючок, недорого стоит, но качество просто бомба. Это проверено уже опытом. Рыбачим мы уже более трех лет на него и отказались от более дорогих брендовских крючков. Так что вот такие дела. Значит ребят, ну что, я попробую соорудить эту снасть, чтобы вы поняли, что это за снасть. А потом мы уж будем как ее называть. Берем шнур, протягиваем его в пружину, вставляем колечко заводное, делаем нехитрый узел. Затягиваем. Очень хорошо задерживаем с помощью утят. Вот. Лишние вещи, как всегда, мы обрезаем. Получилась у нас вот такая штучка. Вот такой вариант. Следующий вариант мы делаем. Здесь я не знаю, каждый по-своему сделает. Но я делаю сантиметров 30 и не больше, больше как бы и не надо. Обрезаем. Надеваем следующее заводное колечко небольшого диаметра. Вы сами поймете для чего оно надо. Вот. И снова мы его здесь нехитрым узлом завязываем. Особой прочности здесь как бы не надо, но держаться должно хорошо. Вот так делаем. И хорошо подводим. Есть вот такой вариант. Вот получается у нас два кольца. Одно кольцо и второе кольцо. Здесь, соответственно, я всегда использую термо кембрик. Я не знаю, может для красоты. Но снасть всегда должна выглядеть красиво. Для того, чтобы было приятно его взять в руки и рыбачить. Вот так. Завязываем. Снова затягиваем. Очень хорошо. Лишние вещи мы откусим. Натянем сюда кембрик. И слегка. Здесь, конечно, уже надо слегка. Это не леска толстая, а все-таки плетеный шнур. Здесь надо маленький опыт. Кто не пробует, тот не получится. Все, все готово. Вот часть снасти у нас уже готова. Теперь основная трудность связать пару крючков. Кто-то вяжет 4, кто-то 1, кто-то 2. Я в данном случае вяжу 2. Я беру плетеный шнур. Вот недорогой винеровский. Тоже плетеный шнур 0,16 диаметр. Даже, извините, 0,18. Вот беру крючок. Беру. Беру. Крючки очень острые. Сразу могу сказать. Такой остроты очень редко где найдешь. Соответственно, о узлах и привязке крючком мы останавливаться не будем. Привязываем вот это все. Хорошо затягиваем. Снова же наши утята в помощь приходят. Откусываем и делаем самое главное вот здесь небольшой поводок не более 3-4 сантиметра. Вяжется очень, конечно, тяжело. Ну, ради хорошей рыбалки можно и помочиться. Все. Вот такой поводочек у меня готовый. Я откусываю его и оставляю в сторону. Соответственно, беру другой поводок. Делаю с крючком. Проблема, как всегда, попасть в ушко. Вот это мы все делаем по стандарту. Много есть в ютубе передач, как это все вяжется. Но, тем не менее, кому будет интересно, спрашивайте. Расскажем, покажем. И бесплатно. Затягиваем. Конечно, было бы правильнее каждый узел мочить. Снова же отмеряем вот такой поводочек. Вяжем простую петельку. Поверьте, эта петля выдерживает очень хороший вес. Это уже проверено. Вот два поводка у нас готовых. Плетенку мы ставим на место. Она нам еще когда-то понравилась. Теперь берем вот этот противозакручиватель. Кто-то его использует, кто-то не использует. Я пользуюсь ним очень часто. И все мои клиенты, которые пользуются моим приспособлением, то, что я сооружаю, очень довольны остаются. Делаю замер на половину своего поводочка. А так как у меня поводочка одинаковая, значит, соответственно, я режу два противозакручивателя одинаково. Беру крючок. Вы знаете, что это за крючок, да? Вам не надо объяснять. И просаживаю свой противозакручиватель, чтобы не мучиться разными там излишними приспособлениями. У меня здесь петля. Соответственно, попадаю петлю крючочком и стягиваю противозакручиватель. Есть. Вот эта часть готова. Соответственно, беру второй. Точно такими же манипуляциями делаю. Второй. Подхватываю свой поводочек с крючочком и оттягиваю обратно. Все. Два поводка у нас готовых. Все. Теперь наша задача вот это взять, вот это пропускное заводное колечко и протянуть наш поводок и затянуть в петельку. И затянуть так, чтобы петелька прошла и противозакручиватель и узелок. Все. Вот это все у нас готово, смотрите. Теперь вот этот противозакручиватель подтянем вот сюда. Вот получился вот такой штукин-дрюкин. Соответственно, берем второе колечко. Заводим это все кольцо. Просаживаем крючочек в петельку. Потом противозакручиватель туда. Если будут сложности, тяжело попадать, можно крючочком это все делать. Вот, соответственно, здесь затянули. Вот прекрасно видно. Получился вот такой вариант. И здесь подтянули. Все, ребята, вот снасть наша готова. Смотрите, она проста. Уж проще просто некуда. Вот такой вариант. Я не знаю, видно хорошо вам, да, получается. Вот такой вариант. Вот сюда мы используем, господи, да кому что нравится. Сейчас вот китайцы немерено наделали вот таких штучек. Вот есть вот такой румынский пластилин с использованием кукурузы. Есть вот такой румынский пластилин с использованием макуха. Там разных прибамбасов туда они насыпали. И конопли. И чего только не надо. Есть не такой вариант. Тогда можно проще сделать вот такой вариант взять. Уже готовая фидерная паста вот такая есть. Она изумительной консистенции. Вскрывается вот. И прям вот в пружинку набиваете ее и все готово. Ну, если уж нету такого варианта у вас, я думаю, вот такую дешевую кашу приобрести очень легко там в любом недорогом магазине. Не обязательно покупать там супер дорогие там разные каши. Вот эта каша идеально работает. Это проверено опытом. Вот. На крючки, соответственно, я использую вот такую штуку. Вот это классная вещь. Она немножко дорогая, но тем не менее она работает просто изумительно. Вкусовые приманки, ну, разные там, смотря какой водоем. Я очень хорошо использую ананас и мед. На нашем водоеме это прекрасно просто работает. Соответственно, мы набиваем сюда прикормки. На вот эти крючочки мы надеваем то ли кук, то ли мы можем надеть там разные технопуфы. И на рыбалку вперед. Так что, ребята, если кому что непонятно, пишите, спрашивайте. Всем удачной рыбалки и всего хорошего.